всем привет меня зовут оксана добро пожаловать на мой канал оксул я вам сегодня предлагаю в этом видео вместе со мной связать вот такой замечательный берет а счет своей фактуры из того что он связан из ангоры связала я его из-за пряжи от вулсира бетангора 25 грамм 160 метров мне понадобилось здесь почти три моточка вот берет получается очень воздушный нежный и красивый вы можете также этот берет связать из любой другой пряжи но смотрите чтобы по плотности вязания что принципе вам и она подходила по структуре по фактуре значит я вязал этот берет резиночку мне связано на спицах три с половиной основное полотно на четыре с половиной вы можете взять спицы поменьше этот берет узнаете такое получается достаточно большой он обхват головы пятьдесят шесть тире я даже сказала может пятьдесят девять шестьдесят но вот у меня обхват головы пятьдесят шесть пятьдесят семь и я его ношу такой слегка свободненький мне нравится я заведомо его такой вязала если вы хотите посадка поплотнее как у другого берета я вам оставлю здесь ссылочку проходите посмотрите посадку то вы можете ли я спицы не четыре с половиной например а 4 тогда у вас будет сам берет чуть поплотнее и диаметр его будет меньше также здесь добавляла ниточку люрекса это бобинный люрекс он полторы тысячи метров 100 граммах но к сожалению на нем нет вообще никаких познавательных знаков поэтому не подскажу вам что это за бобинка такая просто самый обычный люрекс который знаете не слишком сильно выделяется а счет того то что фактура ангора она пушистая она немножечко заглушает этот самый блеск кстати один лайфхаков который можно использовать если вы хотите какой-то праздник вы можете с помощью крючка и например пряжи с пайетками вот эти вот лицевые линии провязать крючком и сделать их вот более яркими они будут у вас блестящие то есть будет просто пайетками знаете когда из петли в петлю вот так вот проходить и можно сказать почти что вышивать на самом берете будет смотреться как мне кажется тоже очень красиво также вместо пюмпочки можно использовать например помпон если вы вяжете этот билет деткам тоже смотрится красиво а значит по плотности вязания по спицами также остались информацию в инфобоксе чтобы она у вас была всегда перед глазами по поводу к с того кстати раз я затронула уже тему деток если вы захотите взять такой имбирет то конечно же понимаете что он должен им быть поменьше диаметр поэтому обязательно посмотрите либо один-два рапорта убираете но и спицы конечно же можно взять поменьше чтобы он был сам берет чуть-чуть поплотнее смотрите по своей плотности вяжите конечно же образцы для того чтобы понять насколько вам подходит фактура пряжи не плотно ли или наоборот не слишком ли свободно и еще раз давайте по инструментам значит спицы у меня были три с половиной на резинку четыре с половиной основное полотно также я брала спицы номер четыре для того чтобы вязать пимбочку вот не обязательно брать пиццы меньше но я беру для того чтобы она получилась такая достаточно плотненько также вам понадобится ножницы и игла для того чтобы заправить кончики ну а теперь давайте начнем в следующем фрагменте я вам расскажу сколько набирать петель и как рассчитывать сколько в рапорте соответственно этих петель для того чтобы в случае необходимости вы могли пересчитать этот узор под себя я на спице номер три с половиной набирают 96 петель и 1 петлю для замыкания в круг почему 96 петель мне необходимо чтобы то количество петель которое я наберу делилась на 6 и на 3 у нас с вами будет резинка 2 на 1 и после этого когда мы с вами про вяжем из этой резинки будет красиво выходить наш узор узор будет изначально состоять из 6 петель но мы сразу же потом будем делать прибавки это я вам уже расскажу после того когда про вяжем резинку так вот сам обычным способом набираем 96 петель и одну петлю для замыкания в круг это у вас может быть не 96 а 103 петли например либо еще там пришли 109 петель либо наоборот а может быть там 90 петель главное чтобы она делилась на 3 и на 6 я сам обычным способом классическим я набираю петли если кто впервые вяжет ну или опыта не очень много я оставлю ссылочку на свой мастер-класс по беретту там я набираю петли и показываю как делать более подробно ну а теперь мы с вами набираем петли и после будем взять резинку набрали необходимое количество петель теперь смотрим чтобы у нас нигде не было ничего перекручено проверяем все очень хорошо и теперь необходимо сомкнуть вязание в круг я беру петлю с левой спицы перекидываю на правую окраине вот это вот получается петлю правой спицы я перекидывать через левую и снимаю и вот таким образом возвращаю петлю обратно на левую спицу и затягиваю надеваем маркер начало ряда и теперь буду вязать резинку значит резинку нас два на 12 лицевые 1 изнаночная но начинаю вязать с одной лицевой вот так вот потом у нас идет одна изнаночная и дальше уже 2 лицевые 1 изнаночные дело это для того чтобы когда мы сюда вернемся в конец у нас будет тоже одна лицевая петля заканчиваться и когда будем формировать узором будет очень красиво вытекать из этой резинки если вы забыли то сделать ничего страшного вы просто потом на одну петлю уйдете вперед перевести маркер это будет начало вашего ряда 1 лицевая 1 изнаночная 2 лицевая 1 изнаночная вяжем так до конца ряда я провязала резинку 5 рядов для меня этого достаточно вы можете сделать например 7 рядов но желательно не больше потому что все-таки это не шапка у нас обе ред значит теперь я поменяла правую спицу номер четыре с половиной пока поменяла именно только правую а левую оставила три с половиной чтобы удобно было вязать если же у вас спицы не разъемная то у вас так и так собственно будет что с правой стороны в правой руке будет спится четыре с половиной а в левой будет три с половиной после того когда мы с вами провяжем этот ставностью mannered мы поменяем с вами и левую спицу также номер четыре с половиной что я делаю не зря я начинала взять именно с одной лицевой петли это как раз таки начало нашего узора мы провязываем одну лицевую петлю поднимаем из протяжки петлю и провязываем ее за заднюю стенку изнаночной вот таким образом провязываю еще 4 петли 1 2 3 4 изнаночными петлями поднимаю протяжку из нее провязываю также изнаночную петлю но уже за переднюю стенку 1 лицевая это рапорт нашего с вами узора так необходимо провязать до конца ряда давайте еще раз 1 лицевая поднимаю протяжку провязываю изнаночной за заднюю стенку 4 изнаночные 1 2 3 4 поднимаю протяжку провязываю изнаночной за переднюю стенку 1 лицевая все и так вяжем до конца ряда все мы провязали первый ряд я снимаю временно маркер начало ряда и меняю левую спицу три с половиной на четыре с половиной теперь мое полностью все оставшееся вязание будет проходить именно на этом номере спиц и сейчас во втором ряду мы с вами начнем ну на самом деле можно считать будет как 1 потому что первый ряд нас был установочный и схеме я тогда не буду его изображать а начну с первого ряда который вот как раз таки у нас будет сейчас я вешаю обратно маркер и смотреть что необходимо нам с вами делать дальше первую лицевую петлю и следующую изнаночную нам необходимо поменять местами но лицевые петли всегда будут перед работой то изнаночные у нас всегда будут за лицевыми петлями проходить это можно делать с помощью вспомогательный нитья господи вспомогательные спицы либо вот как я просто переснимаю вот таким образом меняя их местами и провязываю первую петлю изнаночную вторую петлю лицевую не скрещенную из конечно вот на это пряжу очень плохо видно но у нас здесь нет скрещенных петель а дальше нам необходимо сделать еще одну прибавку опять же из протяжки предыдущего ряда я делаю точно такую же прибавку как делала в прошлом ряду после лицевой петли делаю прибавку дальше раз два три четыре и теперь смотри что нам необходимо сделать вот у нас есть изнаночная это из протяжки которые мы делали прибавку в прошлом ряду теперь нам необходимо перед изнаночной опять поднять протяжку вновь изнаночной петлей провязать то есть мы делаем прибавку а следующую изнаночную лицевую мы меняем местами где опять же лицевая будет перед работой то есть получается лицевая уходит у нас с вами вправо проверяем чтобы она у нас не было скрещенной видите она вот лицевая не скрещенная изнаночная это рапорт нашего с вами узора давайте еще раз вот лицевая изнаночная я их меняем местами вот таким образом провязываем изнаночную следующую провязываю лицевую и поднимаю протяжку прошлого ряда из нее делаю прибавку изнаночной петлей потом 1 2 3 4 смотрим изнаночная лицевая делаю сначала прибавку изнаночной петлей и теперь меняю изнаночную лицевую местами лицевая у нас всегда перед работой вот так вот и на этом когда мы с вами этот круг провяжем с прибавками у нас с вами будет закончена мы с вами будем вязать узор который будет состоять из того как мы будем с вами перекрещивать изнаночную лицевую и образовывать ромбики вяжем до конца ряда самостоятельно небольшой лайфхак если вы понимаете что у вас очень стянуто полотно в те моменты когда вы делаете перекрещением это можно поступать следующим образом когда мы меняем местами лицевую и изнаночную петлю то между ними вот я поменяла провязываю изнаночную делаю накид и только после этого лицевую петлю вот этот вот накид в следующем ряду когда мы с вами будем просто провязывать по рисунку он просто будет сниматься дальше я вам это покажу потому что здесь несколько раз это использовала и таким образом мы немножечко ослабеваем вот эту часть и у вас полотно не будет стянуто но самое главное нужно понимать что если вы будете делать это каждый раз при перекрещивании то у вас могут образоваться вот здесь вот около лицевой от этой около лицевого ряда могут образоваться дыры поэтому если у вас тянуто полотно можно сделать например через там два раза грубо говоря вы перекрестили лицевую изнаночную сделали между ними накид следующий ряд вас будет лицевой потом будет ряд вновь с перекрещением вы не делаете накид потом будет ряд лицевой и дальше смотрите если у вас сильно стянуто полотно вы можете сделать при следующем ряду перекрещение либо еще провязываете ряд без вот этого накида потом лицевую потом можно сделать еще раз и таким образом у вас она будет такой свободный пружиниться ничего стягивать не будет в каждом ряду я использую только в случае тогда когда вяжу какие-нибудь косые либо раны делом не перекрещиваются лицевые между собой и следующий несколько рядов этот способ также не применяю того чтобы вот эти вот ромба формировались хорошо здесь не было слишком много пространства иначе они у вас будут немножко кривенькие такие дырявенькие дальнейшем я вам покажу как я просто провязываю следующий ряд когда снимаю накид я иногда использую этот способ даже вот при вязании этого берета это очень удобно главное смотрите потому как вас получается возможно вам вообще не нужно будет использовать это не нужно будет делать никаких накидов но если вдруг вы понимаете что вот здесь вот очень сильно стянутый узор получается вот такой знаете сжатый тогда можно использовать этот способ для того чтобы немножечко расслабить сам узора само полотно и теперь значит мы с вами переходим к вязанию следующего ряда нашего 3 где все вяжем по рисунку где у нас изнаночные там изнаночные где лицевые там лицевые там где у нас соответственно накид который мы сделали между перекрещению там просто мы его снимаем и вот наш перекрещивание идет значит она лицевая петля вот на свет накид я его просто снимаю и провязываю изнаночный провязали мы с вами третий ряд теперь переходим к четвертому ряду здесь у нас вновь перекрещивание мы провязываем одну изнаночную меняем местами лицевую и изнаночную тут провязываю раз изнаночный делал накид лицевую только смотрите чтобы она вас была не перекрещена лицевая вяжем изнаночные раз два три четыре и теперь меняем местами изнаночную и лицевую вновь я когда меняю специально лицевую петлю переворачиваю чтобы я понимала что она у меня раскрыта и не провязать случайно скрещенную потому что здесь на это пряжа плохо видно опять делаю накид изнаночную 1 2 2 изнаночные и вот опять меняем местами так вяжем до конца ряда следующий ряд у нас идут лицевые и так меняю с вами вяжем по узору таким образом формируем ромбики вот мы с вами провязали этот ряд с прибавками и теперь следующий ряд мы с вами вяжем по рисунку не забывая снимать накид в тех местах где мы его делаем то есть местах перекрещивания вот снимаю и вижу лицевую а дальше мы с вами будем взять по схеме я обязательно ее сейчас вам выложу также оставлю ссылочку на нее под видео закреплю ее скорее всего на google диске для того чтобы было доступно и а теперь мы будем с вами взять просто по рисунку перекрещивая наш ромб так и теперь просто вяжем по рисунку я и говорила значит вот сейчас он показывает изнаночная накид который делала лицевая накид я просто спускаю чтобы рисунок этот не был стянут и вяжем так до конца ряда дальше вяжем с вами по схеме не буду я уже вам показывать как делать остальные перекрещивания потому что я думаю что многие читают схему из этого понятно мы с вами меняем постоянно две петли для того чтобы лицевая вот это вот наша основная линия легла по верху я дошла до ряда где мы сейчас планируем перекрещивать две лицевые это как раз таки то о чем говорила в прошлом эпизоде вы можете перекрещивать как вправо то есть у вас будет вот это вот левая до лицевая сверху и либо сделать наклоном левый тогда у вас будет вот эта лицевая поверх этой здесь вы должны самом начале определили себя как вы хотите я буду перекрещивать где у меня будут идти все мои переплетения вправо поэтому левая лицевая мне будет скажем так сверху лежать я перекрестила на мне перед работой видите 1 2 и дальше я вяжу до следующих перекрещиваний я провязала 37 рядов высоту теперь тридцать восьмом ряду я начну делать убавки продолжаю формировать наш с вами узор и делать убавки в изнаночных петлях значит вот у меня маркер начало ряда у меня изнаночная петля и лицевая я вновь меня их местами лицевую петлю провязываю лицевой изнаночной провязываю изнаночной теперь вяжем раз два три 4 две петли которые у нас остаются изнаночные вот витя лицевая потом идет и перед ними перед очень лицевой петли 2 изнаночные их я провязываю 2 вместе далее у нас лицевая изнаночная меняя их местами провязываю изнаночная лицевая это рапорт нашего с вами узора наши убавки то есть мы убавку сделали именно в изнаночных петлях чтобы она красиво смотрелось мы ее сделали вот здесь с одной стороны если вы вяжете бабушкиными петлями то просто эти изнаночные лучше переверните чтобы сделать красивую бабку дайте еще раз вами провяжем я вам покажу значит вот нас изнаночная лицевая меня их местами провязываю лицевую потом изнаночную далее 1 2 3 4 вот видите изнаночные я их беру переворачиваю таким образом если же вы вяжете классическим способом то вам переворачивание нужно и провязываю их изнаночной петлей и вновь меняю изнаночную и лицевую местами бабки нас с вами будут плавными будем делать их через ряд теперь этот тридцать восьмой ряд провязывайте дальше самостоятельно до конца провязали с вами тридцать восьмой ряд с убавками и теперь тридцать девятый ряд вяжем просто по рисунку лицевая изнаночная 1 2 3 4 5 6 7 теперь две лицевые 1 2 3 4 5 6 7 так вяжем до конца ряда в тридцать девятом ряду где сразу отмечаю останавливаемся не довязывая одну лицевую петлю потому что мы сейчас эти две лицевые петли будем между собой перекрещивать я снимаю лицевую петлю временно снимаю маркер начала ряда меняю местами эти две петли провязываю лицевую вешаю обратно маркер начала ряда вновь провязываю лицевую и теперь мы с вами делаем убавку самом начале наших изнаночных петель и вот я переворачиваю и провязываю 2 изнаночные вместе чуть-чуть подтягиваю далее 1 2 3 4 5 изнаночных далее у нас вновь опять лицевые петли которые мы между собой перекрещиваем провязываем их 2 изнаночные вместе и еще пять изнаночных раз два три четыре пять это раппорт нашего узора в этом ряду дальше провязываем самостоятельно 40 ряд провязали и теперь сорок первый ряд вяжем по узорам лицевая изнаночная так до конца ряда сорок первый ряд провязали теперь сорок второго ряду с вами будем делать убавки и перекрещивание следующим образом лицевую и изнаночную мы меняем с вами местами провязываем изнаночную лицевую потом 1 изнаночная и 2 изнаночные мы с вами поворачиваем если вы вяжете бабушкиными петлями и провязываем вместе потом 1 изнаночная и изнаночную лицевую меняем местами в этот раз у нас с вами бабка будет идти в центре наших изнаночных петель давайте еще раз меняем лицевую изнаночную местами провязываем их 1 изнаночная далее 2 изнаночные вместе еще раз изнаночная и теперь вновь меняем изнаночную лицевую местами это рапорт нашего с вами узора в этом ряду провязываем дальше самостоятельно сорок третий ряд вяжем по узору провязали сорок третий ряд и дальше мы с вами делаем сорок четвертый ряд с убавками значит вот эти две петли изнаночные я буду убавлять в конце поэтому сейчас я провязываю изнаночную меняю местами петли лицевую изнаночную провязываю изнаночную изнаночные лицевую лицевой далее 1 изнаночная лицевую опять изнаночную меняем местами далее 2 изнаночные провязываю вместе и лицевую с изнаночной меняем местами так с вами вяжем до конца ряда давайте вместе еще раз как ориентироваться главное смотрим по лицевым петлям которые будут создать наше направление вот если так посмотреть у меня идет скрещение в центр поэтому я провязываю одну изнаночную изнаночную лицевую я меняю местами вот видите все ли по направлению в центр провязываю изнаночную и теперь 2 изнаночные вместе и так вяжем далее лицевую изнаночные меняем местами у нас тут лицевые направления в центр одна изнаночная здесь вновь меняем изнаночную лицевую местами и потом у нас с вами будет убавка если вам уже не хватает длины лески вы можете взять леску побольше либо спицы на леске побольше чтобы взять способ мэйджи клуб либо взять чулочные спицы у меня все еще пока хорошо передвигается поэтому я ничего не меняю но если вам некомфортно то уже можете об этом задуматься и вот мы с вами подошли концу ряда убирая временно маркер начала ряда 2 петли провязываю вместе и вешу маркер начала ряда обратно это у нас с вами был 44 ряд 45 ряд с вами вяжем по узору 46 ряд теперь мы с вами будем делать убавки сразу 3 петли вместе будем провязывать вот этот вот наш треугольничек будем соединяйте и провязывать лицевой для этого я провязала уже одну изнаночную петлю далее я переворачиваю лицевую изнаночную меня их местами чтобы не таким были знаете классическим способами повернуты и вот это чтобы лицевая петля у вас тоже было классическим образом повернута лицевая у нас когда вы меняли изнаночную лицевую она перед работа то есть перед изнаночной и теперь я все три петли провязываю вместе с наклоном вправо за переднюю стенку и вот такой получается у нас с вами красивый треугольничек теперь три изнаночные и вновь я меняю местами лицевую изнаночную изнаночную переворачиваю вот таким образом и провязываю 3 петли за переднюю стенку с наклоном вправо немножечко подтягиваю далее вновь 3 изнаночные это рапорт нашего с вами узора провязываем так до конца ряда и следующий ряд у нас с вами будут идти по узору провязываем не буду же вам его показывать провяжите пожалуйста самостоятельно так едут переодела спицы поставила стоппер чтобы с ним мешалось и уже буду переходить на мэйджи клуб у меня осталось винте маркер и вот одна изнаночная петля я ее не довязала и сорок восьмой ряд начинаю вязать именно с нее я значит переворачиваю опять эту петлю маркер начала ряда временно снимаю наверное знаете так сниму его пока сейчас вообще провяжу две петли вместе изнаночной и надену маркер начало ряда на сам берет потому что у меня сейчас будет мэйджи клуб и маркер таким образом будет постоянно болтаться и мешать или слетит куда-нибудь и тогда я потеряю и начало ряда и так теперь смотрите перекрещение уже никаких не будет я провязываю лицевую и делать убавки будут буду в изнаночных петлях я сначала буду провязывать первые две петли изнаночные в этом ряду а в другом ряду я буду провязывать уже оставшиеся две другие изнаночные петли и таким образом у нас узор видите хорошо ложится опять лицевую провязала изнаночные сейчас 2 вместе провяжу следующие изнаночная там лицевая 2 изнаночные вместе 1 изнаночная лицевая так вяжем до конца ряда 49 ряд вяжем по узору без убавок 50 ряд значит у нас начинается 1 изнаночная и сейчас провяжу изнаночный перекину на ту леску и и убавлю в конце ну да конту спицу значит начинаем наш новый ряд у нас будет лицевая 2 изнаночные вместе лицевая 2 изнаночные месте то есть мы теперь изнаночные где у нас убавляем так что было было одна изнаночная и следующий ряд мы не будем провязывать по рисунку следующий ряд мы с вами провяжем по 2 петли вместе и уже будем переходить к закрытию нашего берета вяжем до конца ряда самостоятельно следующий ряд значит смотрите нам необходимо провязать две петли вместе чтобы лицевая лицевой петлю чтобы она красиво лежала я сейчас одну лицевую провязываю ее переснимаю опять же на другую спицу а начинаю вязать вот из лицевой изнаночной изнаночной я переворачиваю и провязываю лицевую изнаночную с наклоном вправо и так буду провязывать все петли то есть у нас видите лицевая она ложится на изнаночную вот так и провязываем так до конца то последнюю изнаночную а лицевую которую я перекинул на эту спицу также мы там все про вяжем как можете видеть у нас осталось мало петель на спице мы вновь провязываем следующий ряд по 2 петли вместе на спице на час 8 петель мы еще раз делаем убавки чтобы осталось 4 петли так у нас осталось 4 петли и теперь можно поступить следующим образом есть несколько вариантов либо вы можете просто закрыть этот берет ничего не делая или потом например там кончил помпончик пришить или еще что-то на вкус каждого либо же мы сейчас с вами свяжем небольшую пимпочку я всегда я вижу небольшую мне нравится когда они аккуратненькие маленькие и не сильно выделяется но в то же время это изюминка присутствует в берете сейчас я возьму другие спицы чтобы было удобнее вязать и мы с вами будем провязывать пимпочку я взяла чулочные спицы и сейчас перенесу эти петли на одну спицу вам на смотреть чтобы это было у вас по направлению ничего не запуталась иначе здесь будет перекрут у вас так и теперь буду айкордом провязывать несколько рядов для того чтобы создать нашу пимпочку у меня вот видите с одной стороны с левой нить находится там где мы закончили вязать а сейчас начну вязать с правой стороны и провязываю все петли лицевыми у меня вот четыре петли я их и провязываю четыре видите спицу просто не тоже перекидываю она не скользит до скажем так опять в сторону и вновь начинаю вязать с правой стороны а сама нить у нас с левой и опять провязываю все лицевыми размер пимпочки можно регулировать она может быть побольше может быть поменьше также можно пимпочку сделать например какой-нибудь контрастной нитью или в моем случае я вижу серой пимпочку можно сделать из серебряного люрекса и сейчас еще раз сделаю так один и все провяжу сейчас вот раз два три четыре все больше пимпочку делать не буду я отрезаю нить так оставляю знаете чтобы было удобно заправлять кончики нам необходимо сейчас игла можно закрывать пимпочку провязав две петли вместе два раза но тогда мне как кажется она становится такой заостренный как будто бы немножко поэтому я делаю сам обычным способом и ответить иглу в углу нить провела и теперь это иглой прохожу через все четыре петли главное вот здесь вот смотрите внимательнее чтобы не пропустить ни одну нить ни одну петлю все спицу снимаю нам больше не нужно вот видите какая пимпочка теперь я немножечко и под затягиваю чтобы те нить недели торчали и засовываю смотрю куда здесь было бы аккуратнее всего спрятать в петлю и провожу на изнаночную сторону опять же все подтягиваю и теперь как видите у нас с вами она готова значит теперь я переворачиваю прячу все кончики стираю и нашу с удовольствием как я думаю вы будете носить этот билет с удовольствием надеюсь все знают как спрятать кончики давайте я немножечко покажу главный еще такой момент вот ваша пимпочка если вы сильно будете сейчас тянуть нить то она у вас видите так вот примнется можно сделать этот эффект если очень нравится если кому-то не нравится то сильно затягивать чтобы она у вас так торчала посильнее я люблю немножечко подтянуть и теперь начинаю заправлять кончики моем случае это всего лишь в самом начале и вот здесь в самом конце если вы присоединяли нить то еще в процессе где-то в серединке я нить ангоры всегда между собой скручиваю очень хорошо с добавлением чуть-чуть водички то есть найти такие влажные руки способов таких в интернете очень много если вам непонятен способ вы хотели бы увидеть напишите мне в комментариях я сниму отдельное видео лайфхак как я это делаю не буду дальше на этом моменте оставаться вот так выглядит наш с вами берет мне кажется он получился очень красивый необычный за счет во первых фактуры во вторых очень красивого узора а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok